Костанайская промышленность заявила об остром дефиците рабочих кадров. Регион нуждается в специалистах в сфере сельского, рыбного, лесного хозяйства, обрабатывающей промышленности и образования. Проблеме не первый год, но решить ее не удается. Местные предприятия постоянно обращаются в колледжи с просьбой открыть новые специальности. Но учебные заведения разводят руками. Юридически это сложно. Моя коллега Айжан Утеова узнала, какой выход из этой тупиковой ситуации видят предприниматели. Костанайский чугунолитейный завод из вакансий по 12 рабочим специальностям смог закрыть потребность только в трех профессиях. Предприятие устро нуждается в наладчиках и операторах станков, но их днем с огнем не сыскать. И дело не только в нежелании молодежи работать, но и в том, что колледжи не готовят по востребованным рабочим специальностям. Вопрос немножко стоял в другом, именно лицензирование специальности. Например, колледж захочет открыть у себя специальности. Я не знаю, как правильно это назвать. Он хочет открыть у себя одно направление, например, литейное, который есть на сегодняшний день в Костанайском колледже автомобильного транспорта. Но другой колледж, который находится, например, в Рудном, либо находится в Лисаковске, он не может пока себе это позволить открыть, потому что есть определенный барьер. Колледжи подтверждают открыть новую специальность и получить на нее лицензию – это словно пройти семь кругов ада. Вопросом занимается департамент по обеспечению качества образования. Когда новую специальность все же удается открыть, то у колледжа есть два года, чтобы привлечь студентов. Если за это время не удастся набрать группы, лицензию отзывают. Требований к учебным заведениям масса и департамент досконально проверяет соответствие им. Это, во-первых, договора соцпартнеров. Материальные ресурсы, то есть оснащение, это кадры, то есть наши возможности. И это все показатели, то, что производственная мощность наша колледжа позволяет. В управлении образования говорят, что в государственном образовательном заказе только 30% идет на рабочие специальности. В этом году число таких бюджетных мест в колледжах планируют увеличить. К примеру, швей будут готовить вдвое больше. Но отучить специалиста еще пол-дела, а вот удержать на рабочем месте проблема. Он упускается, он трудоустраивается, он может, допустим, отработать месяц, ему не понравится, он может уйти. И у нас нет рычагов для того, чтобы он отучился и остался. Законодательно внесли, чтобы он хотя бы год, минимум хотя бы отработал после окончания учебы. Говорят в управлении образования и о низком престиже рабочих специальностей. Мол, именно поэтому молодежь не хочет идти в колледжи, даже несмотря на то, что работодатели готовы обучать за свой счет. В регионе наиболее востребованные рабочие профессии – это наладчик приборов и систем автоматического контроля, машинист автомобильного крана, тракторист и механизатор. Айжа Нутивова, Габидин Жокушев, Телеканал, Атамикен Бизнес.